Проблемы современного образования Помимо того, что я один из, наверное, самых эффективных преподавателей информатики в этом городе, это не только я о себе так думаю на самом деле, основное все-таки, почему я так могу говорить, это отношение детей ко мне и то, чего они достигают благодаря своему уму и моей маленькой помощи. Это не только успешные поступления в ВУЗы, но еще и участие в разных мероприятиях областного всероссийского международного уровня, в общем, там написано что-то, текст, я из резюме скопировал, кому очень интересно, можете почитать, кому не интересно, можете просто поверить мне на слово, что я честно, я достоин это рассказывать. Ну и прежде чем я начну чего-то внятное рассказывать, у меня будет такое маленькое лирическое отступление, даже два. Первая просьба к моим детям, которые здесь есть в некотором количестве, я буду задавать вопросы в зал. На эти вопросы они уже знают ответы, потому что я им на эту тему мозги мою периодически очень часто, поэтому сразу просьба к моим детям на эти вопросы не отвечать, только потом, если весь остальной зал не сможет, ну и ладно. И, собственно, первое, чтобы вы четко понимали то, что я здесь рассказываю, как на это реагировать и все такое, вопрос, что такое субъективный и что такое объективный? Начнем с субъективного, кто мне может четко внятно сказать, что такое субъективный? Можно без рук, наверное. Восприятие одного какого-то конкретного человека, правильно? Это важно просто понимать, потому что ту околесицу, которую я здесь буду нести, нужно четко воспринимать, что это субъективное мнение одного человека. На самом деле я буду под это субъективное мнение подводить какие-то вещи из объективной реальности. Но это все равно будет остатка субъективного мнения. И объективный, что значит? Не зависящее от предприятия какого-то конкретного человека. И мне очень в этой связи нравится утверждение о том, что мир он не такой, какой он есть, а такой, какой мы его видим. Потому что увидеть мир полностью объективно мы не в состоянии, потому что мы всегда воспринимаем его субъективно. И также субъективно, наверное, что-то буду рассказывать я. Для того, чтобы понять, какие проблемы у нас в современных школах есть, сначала давайте проанализируем те изменения, которые коснулись системы образования, начиная с советского периода. И вот мы уже давно живем не в Советском Союзе, а в России. Что же поменялось в образовании за эти много лет? Я разделил это на три большие кучки, давайте попробуем угадать, чего коснулись изменения в первую очередь. Или кого даже? Нет. Про бюджет мы не будем говорить на самом деле, потому что это изменения, конечно, важные, но не ключевые. Кого коснулись изменения в сфере образования в первую очередь? Детей. То есть все начинается всегда с детей и, соответственно, поменялись наши действия. Вот. Чего еще коснулись изменения? Учителей. Но между детьми и учителями есть еще сама система образования. Вот. Соответственно, то, что мы потеряли, наверное, было безвозвратно, но тем не менее. И наши замечательные учителя, их тоже коснулись изменения. Вот. И сейчас мы попробуем понять, какие. Начнем, естественно, с детей. Следующий вопрос в зал. Что самое важное сейчас мы можем сказать про наших детей? Что изменилось радикально по сравнению с советским периодом? Как вы думаете? Почему оно изменилось? В чем причина отношения к учебу? Это этап? Давай. А почему обязательно давить? Самим же тоже можно. Это все следствие, причина. Почему? Да. Про это мы тоже сегодня поговорим. Причина в чем? Почему люди перестают хотеть учиться? Мои тоже можете подключаться. Вы же знаете ответ на этот вопрос. Нет, да? Да, Женечка, у них все есть. Это самая главная причина, почему сейчас современные дети не учатся. Это не подразумевается, что у них материально, благо там все есть. Они так себе думают, что у них все есть. У них есть поесть, попить и интернет. Им больше в этой жизни ничего не надо. Вот. К чему приводит то, что у них все есть, во-первых, это эгоизм. Дети стали, во-первых, люди вообще эгоисты по натуре, по своей, но сейчас дети стали эгоистами больше, потому что у них все есть. И здесь очень характерен пример, какой-то там древней притчи из истории. Отношение к жизни кошек и собак. Мысли собаки. Человек кормит меня, заботится обо мне, значит он бог. Мысли кошки. Человек кормит меня, заботится обо мне, значит я бог. Вот современные дети это кошки. У них все есть и поэтому, значит они боги. Соответственно, то, о чем вы говорили, да, как следствие, что снижается требовательность к себе. Зачем мне что-то делать, если у меня все есть? Что-то я себе здесь еще... Здесь я вспоминаю притоматийную историю. Я работаю в дополнительном образовании, мне нужно уходить, набирать учеников. И последний раз я это делал два года назад. Я зашел в школы, в обычные. И когда пытался детям что-то рассказывать, я видел стеклянные глаза. Вот как раз это иллюстрирует то, что старше где-то седьмого, восьмого класса мне уже было бесполезно кому-то что-то рассказывать, потому что желания делать что-то не было. У них все было. И соответственно, вот эта вот требовательность, она падает, снижается. Соответственно, эгоизм, все есть. Мы потеряли авторитет. Детям... Где он? Он был, да? Хорошо. Соответственно, мы потеряли авторитеты. И очень сложно современному ребенку сказать, сделай как я. Потому что нет, не работает этот принцип. Это основной принцип образования, делай как я. Но, а кто ты такой? Идет в ответный вопрос. В ответный вопрос. Нет авторитетов, все есть. Отсюда идут проблемы в воспитании. То же самое. Тот же режим бога. Я кошка. Я бог. Зачем мне к этому миру относиться бережно, требовательно и реагировать на него, как воспитанному человеку? Этого нет у них. И, к сожалению, через это тоже приходится проходить. Плюс в современных школах почему-то с учителей начинают снимать воспитательную функцию. Говорят, что учителя должны учить, а воспитывать должен кто-то другой, например, семья. Не всегда это было дико и непонятно. Учитель не только учить должен, но и воспитывать в том числе тоже. Потому что в школе большая часть времени проходит взаимодействие с учителями современных детей. И то, что они не воспитывают. А кто когда должен? Вот. Ну и, соответственно, что мы в итоге получаем из всех этих стрелочек и написаний, это то, что дети современные делают только то, что хотят. С этим любому преподавателю нужно считаться и понимать, что дети делают только то, что хотят. И нужно сделать так, чтобы они захотели то, что нужно тебе. Вы заметили, что я ничего не сказал про умственные способности, да? Вот это все были какие-то там психологические характеристики материальные. А вот про то, что современные дети как-то не очень умные, я ничего не сказал. Так вопрос. Дети действительно не очень умные? А я согласен, что каждое поколение умнее, но что с ними не так? А если нет желания, то? Менее образованными наши дети становятся. Потенциально они серьезнее по способностям куда сильнее, чем предыдущие поколения, даже мое. Я работаю с современными детьми, у меня просто иногда дух захватывает от того, что они могут потенциально. Но то, к чему они приходят в этой жизни, к сожалению, далеко от потенциала. Так. Это важная мысль. Переходим к системе образования. Что здесь нет? Первое, что поломалось вместе с Советским Союзом, это гармоничность и целостность образования. Сейчас в современных школах образование – это набор отдельных предметов. Комплекса нету, потому что над системой никто не думал. То, что было в Советском Союзе разрушено, то, что делал сейчас, сейчас каждый учитель-предметник гребся, как хотел. В результате идут нестыковки, в результате мы нарушаем целостность этой системы. И, например, если раньше нам, например, в математике рассказали, что такое производное, затем мы приходим на физику, нам показывают какие-то физические аспекты, где это производное применяется, то есть изменение каких-то величин, где это нужно, и люди понимают, запоминают это дело. То сейчас с этим куда сложнее, и разброс временной очень сильный. Для гуманитарных предметов, например, литература и история – очень взаимосвязанные предметы, когда на какие-то исторические события, проходимые по истории, мы потом читаем произведения с этим связанные, и понимаем, как люди, переживавшие эти события, или бывшие рядом, относились к ним эмоционально и так далее. А еще мы забываем, что кроме того, что нужно знать все предметы, что в эти все предметы, помимо литературы, истории, математики, физики и так далее, входит еще такой замечательный предмет, как физкультура, что в здоровом теле здоровый дух, и, например, как только у меня начинает проседать физическая нагрузка, я начинаю лениться, и у себя как-то физически убежать, у меня сразу же с ним снижается работа мозгов. А дети-то не привыкли ничего делать, в том числе и физически. Есть еще такой замечательный предмет, как УБЖ, вы сейчас уже все улыбнетесь, что нам делать, когда наступит ядерный взрыв, или как оказать первую помощь, то, что должно там быть рассказано, этого тоже нет, это все должно быть в совокупности в системе. И эта система, к сожалению, потеряна. Следующий кусочек, это методические материалы и методики, по которым нужно работать. Пример. Когда-то, очень давно, в Советском Союзе, книжка, которую получал каждый первоклассник, называлась «Азбука». После этого эта книжка стала называться «Букварь». Сейчас аналогов букваря мать мущая, и зачастую в каждом из этих букварей написано что-то диаметрально противоположное другому. И выбрать нормальную книжку очень сложно. И это только букварь. На каждый предмет, для каждого возраста, для каждых школьников есть огромный набор книг, но это тот случай, когда этот выбор на самом деле это очень плохо, потому что содержимое большинства книг, оно не лучшего качества, скажем так. Не случайно многие преподаватели советской заказки предпочитают советские учебники, особенно по техническим предметам. Что у меня здесь еще есть? Ну и ВИЧ, современные системы образования, которые больше всего падают на преподавателей и администрацию, это бумажные волокиты. Когда человек, помимо того, что он должен работать на детей, он занимается какой-то непонятной, ненужной работой, проводит кучу мониторинга, считает какую-то статистику, раздает бесконечные анкеты детям, и потом эти результаты ни к чему не приводят, потому что данные уходят в песок. Загромоздив учителей ненужной работой, мы теряем самое главное, их работу с детьми. К тому же это все ведет и к упрощению знаний, когда наши ребятишки не готовы воспринимать какие-то сложные материалы. Забыл сказать про то, что меня поразило не так давно. Например, деление столбиком сейчас проходит в четвертом классе. Для меня это был культурный шок. Мы проходили во втором. И это, скажем так, происходит не потому, что наши детки глупенькие, а потому, что их так учат. И они привыкают к тому, что с них много не требуют, и их учат еще проще. Они привыкают к тому, что спрашивают меньше, еще проще учат. Вот такая спиралька, приводящая к тому, что скоро мы станем как американцы считать, что Грузия – это штат Джорджия, где-то мы их там достанем. Учителя. Первое, с чем учителям приходится сталкиваться, это смена роли учителя. Кем раньше был учитель, например, в Советском Союзе? Как вы думаете? Бог, царь – это оно так и есть. И сейчас также учитель остался. Но для учеников, кем был учитель? А если он мужик? Источник знаний. Мне вот так это кажется. То есть знания получались от учителя, потому что не было Гугла, не было Википедии, не было других источников информации. Нет, конечно, были библиотеки, но, как правило, до библиотек доходили единицы. Ну, десятки, наверное. Но все равно учитель был именно источником знаний. Сейчас источник знаний, ну, понятно, что не учитель, потому что она знает больше. А если мы еще включим Гугл, то, соответственно, знания подчеркиваются так. Сейчас учитель в большей степени это не источник знаний, а мотиватор. Вот. И к чему это привело? Во-первых, преподавателям старой формации очень трудно смириться с тем, что они не источник знаний, царь и бог, а мотиватор. И на умных детей, которые умнее преподавателя, такие люди, бывает, реагируют очень остро и не всегда адекватно. Я, например, не считаю зазорным, что мои дети умнее меня. Зачастую к старшим классам школы это действительно так, ну и ладно, это хорошо. Для преподавателей старой формации это не всегда хорошо. Плюс, опять же, для учителей молодых, им вот я слышал, что рассказывают об этом в университетах, в частности, педагогическом. К чему это приводит? Когда к неокрепшим студентам педа рассказывают, что они не источником знаний должны быть, а каким-то мотиватором, в их головах происходит реакция, что я должен быть let's go, come on, every buddy. Забывая о том, что мотиватор это не просто человек, который говорит let's go, come on, еще и он должен знать, чтобы замотивировать, он должен обладать авторитетом, только благодаря этому он сможет заставить кого-то что-то делать. Теперь пропит. Соответственно, педагогические кадры. Это еще одна сложная ситуация. Современные преподаватели очень часто обладают низкой квалификацией, наших детей учат люди, которые по-хорошему не должны это делать. Я что-то не вижу помидоров и тухлых яиц, которые бы кидали в меня современные преподаватели, которые наверняка здесь есть. Ну ладно, я сейчас объясню, что это все значит. Во-первых, про пед. Это кричалка не мной придумана и действует уже не первый год, и это действительно так. Сейчас я не буду говорить о том, что все в педе, прямо ужас, кошмар, и те, кто пошел в пед, у них действительно нет знаний. Большинство такие. Есть в педе люди, которые сознательно пошли в эту профессию, сознательно выбрали эту дорогу и респектную уважуху. Все остальные зачастую идут туда по остаточному принципу. А то, что знаний в педе нету, это абсолютно по той же причине, что, например, после девятого класса детям не нужно идти в колледж. Или 64-й лицей, это... и 117-я гимназия, это лучшие школы города. Почему 64-й лицей, и 117-я школа, это лучшие школы города? Как вы думаете? Чем определяется, что это лучшая школа города? Там лучшие учителя работают? Вот про учителей. Там лучшие учителя в городе работают? Нет. Я там не работаю. Вот. По каждому предмету в этом городе есть как минимум... Ну, не только учителя 117-й и 64-й, есть люди и в других школах, которые работают не хуже, а иногда даже лучше учителей из 64-й и 117-й. Я не скрою, полностью преподавательский состав, да, в этих школах, наверное, один из лучших. Но и в других школах и полностью совокупный преподавательский состав бывает не хуже. И по отдельным уж предметам точно найдутся люди, которые могут заткнуть этих преподавателей за поезд. Что определяет? Дети. Дети определяют те, кто там учатся. 64-е и 117-е занимаются паразитированием на всем городе. Они стягивают к себе лучшие мозги. И только поэтому это лучшие школы. То же самое касается колледжей, только наоборот. Почему, если вы хотите в вуз, не нужно уходить в колледж? Вот. Вот они сидят, примеры, что не нужно уходить в колледж. Потому что совокупный уровень тех, кто будет учиться с вами параллельно, он достаточно низкий. И даже несмотря на то, что там работают хорошие преподаватели, могут работать, может, работают, может, нет. Все равно уровень тех, кто учится, он будет низким. И, соответственно, учить будут по среднему уровню. То же самое касается ПЕДа. Абитуриенты идут в ПЕД большую часть по остаточному принципу. Средний уровень абитуриентов, которые там учатся, плохой. Поэтому вырастить из них качественных, хороших преподавателей достаточно сложно. При том, что в ПЕДе работают очень многие преподаватели, например, из классического университета. и говорить, опять же, о том, что виноваты преподаватели, о том, что у нас растут плохие преподаватели, неправильно. Ну и, собственно, низкокачественная подготовка преподавателей ведет к тому, что преподаватель теряет авторитет, и ему сложнее заставить кого-то что-то делать. и мы уже говорили, что дети сами-то авторитетов не признают, а здесь еще и преподаватели авторитетов. Все это приводит вот к такому замечательному замкнутому кругу, в который войти можно на любой остановке. Что может быть какой-нибудь интересный преподаватель, придав в школу со своими идеями, попытка кому-то что-то рассказать, встретив в класс стеклоглазых ребятишек рано или поздно забивает на них болт. Это могут быть ребятишки, которые приходят счастливо в какую-то школу, жаждут знаний, а преподаватели уже с болтом, и все. Дети запасаются ответными болтами. В результате, опять же, мы приходим к тому, что дети не хотят учиться, а учителя не хотят учиться. И еще важно здесь помнить, что образование это взаимный процесс. В нем участвует не только учитель, и не только учитель виноват. Виноваты и те, кто учится, потому что они не провоцируют человека, который что-то рассказывает, но чтобы он что-то рассказывал. И учителя, опять же, должны не считать зазорным учиться у своих детей. На самом деле, одна из причин того, что я в этой профессии нахожусь, то, что я хотел учиться у других людей, а у детей было учиться проще. Я почерпнул очень много разного интересного от своих детей, продолжаю этим заниматься до сих пор, и мне не зазорно у них учиться. А им не зазорно, я надеюсь, учиться у меня. Кратко резюмируя про общее школьное образование, три веселых буквы. Вот, все их знают, это ЕГЭ, очень много мифов и легенд связанных с этими буквами. Зачастую на эти буквы скидывают все проблемы нашего современного образования. Давайте же подумаем, что же такое ЕГЭ. ЕГЭ это просто форма экзамена. Форма экзамена не может приводить к деградации системы образования. Сама система, а что вообще может приводить к этой деградации системы? Или кто? Да, люди, которые ее создают и образуют. К деградации приводят люди, не ЕГЭ. На ЕГЭ вешают очень много ярлыков, которые присущи нашей системе. Безответственности, которая происходит и у учеников, и у учителей, и у всех, кто там завязан. Мне ЕГЭ совершенно не мешает учить информатике. Ну вот нисколько. И я не скажу, что все мои дети создают хорошо этот экзамен. Вот. Но, тем не менее, каким-то неодолимым препятствием на их пути не становится. А мне не мешает рассказывать что-то не только, что связано с ЕГЭ, и просто тупо натаскивать эти стилки. Я этим не занимаюсь никогда. Тупым натаскиваю. Собственно, после всего вышесказанного возникает вопрос, а что же делать? У меня только вот такой ответ. Вот. Причем просто тупо ходить выполнять свою работу это мало. Говорил Степ Джобс, что нужно работать не 12 часов в день, а головой. И когда вы хотите выполнять какую-то работу, вы должны четко подумать, а что же эта работа подразумевает и как ее делать? В этом отношении мне очень нравится мультик последний Хаяо Миядзаки, который называется Ветер Крепчает. Он про то, как Япония стала той Японией, которую мы знаем. Между двумя мировыми войнами Япония это была достаточно отсталая аграрная страна и технически слабо развитая. Сейчас Япония это флагман технологии. И в этом мультике очень наглядно показано, что японцы для этого сделали. не работали. Не щадя себя, не щадя других, они работали всю жизнь. Зачастую те люди, которые начинали вот эту работу, они не дожили до какого-то светлого будущего. Я тоже не надеюсь для него дожить, но знаю, что как бы надо работать. А если вы думаете, что вся та чернуха, которую я рассказал до этого самая страшная, нет, нам снизу стучат. Мы переходим к информатике. Прежде чем понять трудности в информатике, нужно понять особенности этого предмета по сравнению с другим. Итак, для большинства информатика это практика ориентированная область знаний. На начальных этапах особенно дальше уже практика и все из теории начинает отключаться, но в данном случае на начальном этапе это очень практика ориентированная информатика имеет дело с информацией ценнейшим ресурсом нового времени. А также с компьютером это самый сложный инструмент, который массово попадал людям вообще за всю историю человечества. И просто как его включать и как с ним взаимодействовать этому тоже нужно учиться. Об этом мало кто задумывается. Проблемы у информатики абсолютно такие же как у всех остальных предметов, о чем я сказал выше, но своя специфика. В чем она заключается? Во-первых, нет стандартов. Каждый год все меняется. Грамотных учебников по информатике нет. В общем, как учить, чему учить, что должно быть на выходе из этого предмета никто не понимает. Если физику, математику, биологию, там это еще можно понять, то с информатикой вообще ничего не ясно. И чему это происходит? Во-первых, потому что знания, очень многие, они устаревают быстрее, чем внедряются в образовательный процесс. Например, научились учителя делать сайты на фреймах, а все, сайты на фреймах уже никто не делает. Внедрили в образовательную практику язык CSS, а на CSS уже никто не работает. Существуют припроцессоры для его взаимодействия и так далее. Соответственно, нету материалов, по которым можно учить детей. А учебники по информатике, на мой взгляд, годятся, например, для подпорки мебели или ими хорошо разводить костер. Но использовать в образовательном процессе как-то вредно. Ну и, собственно, еще много интересного связано с преподавателем. Потому что преподаватель не только должен уметь информатику, уметь ее преподать, он должен налаживать технику, которая его окружает. А также очень часто преподаватели информатики путают вот с этим человеком, который супергерой, это же программист, который одним взглядом чинит чайники на расстоянии 5 километров и так далее. Соответственно, все технические функции очень часто ложатся на учителей информатики. А мы помним, кто учится в ПЕДе, мы помним, какими они оттуда выходят. И все это накладывает определенные отпечатки на обучение информатики. Теперь немножко о том, как же проходят уроки по информатике в школах. Это вот подборка, захватывающая, наверное, 90% современных уроков в школе по информатике. Самый тяжелый случай, когда нет компьютерного класса, когда мы в тетрадках, каждый год решаем одни и те же примеры про количество информации, еще что-то. В общем, примеры каждый год одни и те же. Книжки, наверное, тоже. К четвертому, пятому году это начинает надоедать. Следующий случай, когда компьютерный класс есть, но мы все равно решаем эти задачи, чтобы не ломать и не портить технику, которую так трудно налаживать. следующий случай. Есть не только задачи, и мы даже работаем на компьютер, но работа на компьютере у нас ограничивается графическим редактором Pint, Word и созданием презентации. Причем это проходит по тому же циклу, что каждый год одно и то же. Pint и PowerPoint. Вот. До 11 класса включится. Следующий шаг. Прокачка. У нас не только Word и Pint, у нас поднимается алгоритмика. Это где-то может быть полгода классе в 8-9 рассказывают про алгоритмы и показывают страшный сон всех школьников. Это лого-черепашка. Вот. Она им снится в кошмарах бывает. Например, я в своей практике ее не использую не потому, что это плохой исполнитель, он ничему не позволяет научиться, просто у многих детей на него жесткая аллергия. Вот. Поэтому нужно входить этой стороной. Ну и самый оптимистичный случай, когда есть и программирование, и офисные все приложения, и все подряд, но работа с программированием заканчивается в 10-м классе, а в 11-м классе, когда им нужно сдавать экзамен, снова Word, Paint и PowerPoint. Это вот примерно так это все сейчас есть. Я думаю, если кто-то недавно заканчивал школу, они мне соврать сильно не дадут. Ну и... Не, ну 64-й это понятно. Мы... А сейчас опять же я говорю не о каких-то частных случаях, я говорю в общем о ситуации. 64-й лицей это мои любимые дети, я знаю, что там не все так печально, но не то же, не все разное. Подводим некоторые итоги. в информатике во многом как... Вернее, даже ярче, чем в других областях, вот такой факт общеизвестный, что те технологии, с которым современным детям придется зарабатывать на жизнь, они еще не придуманы. И основное, чему нужно научить детей, это научить учиться. Вот. Определенные знания, которые я сейчас даю на занятиях, они скорее всего не пригодятся. А если и пригодятся, то очень редко. Моя задача сформировать мышление, как и любого другого преподавателя, но в информатике обучить тем технологиям, которые будут востребованы в будущем, невозможно, потому что этих технологий нет. И нужно приучать людей учиться самостоятельно. Ну и, собственно, что же делать с информатикой? Это то же самое, что и в общем случае. Нужно работать. И нужно понимать, что преподавателям, во-первых, что помощи не будет ниоткуда. Что вы выбрали эту профессию, в любом случае вам с ней грестись. Вам не поможет ни заучи, ни министерство, никто вообще в этом мире вам будут только мешать. А детям нужно учиться смотреть дальше собственного носа и тащить знания отовсюду, откуда они могут. Вот. Я понимаю, что я перешел время, но еще буквально 3-4 минутки и я заканчиваю. И важно понимать ребятишкам, что вообще не ребятишкам, даже вы все равно будете учиться всю жизнь по большому счету. Сейчас время такое. Важно понимать, что если вы находитесь на ступеньке ученика, что вы должны показать заинтересованность теми знаниями, которые вам дает человек, который их передает. иначе полетят взаимные болты. И я не могу дать какого-то универсального рецепта то, что же делать, как изменить мир к лучшему. Я могу просто рассказать, что лично помогло мне стать тем, кто я есть. По пунктикам. Мне безумно повезло в этой жизни, меня вырастили. Сейчас нету, к сожалению, такого, что готовят преподавательские кадры очень хорошо. Меня готовили, меня выращивали года три, наверное. Мне в этом отношении повезло очень сильно. Я очень рано понял, что нужно учиться постоянно, и я учусь постоянно, в том числе у своих детей, в том числе, чтобы соответствовать тому уровню знаний, которые есть у них. Они зачастую забегают вперед от меня, и я никогда не останавливаю свои образовательные действия. Я очень рано понял, что я хочу заниматься именно этим в жизни, и я понял, что мне нужно научить моих детей нужным вещам. Не просто проводить с ними время, а научить чему-нибудь нужно. Следующее. Это не отличность, а не похожесть. Что мы запоминаем вообще в этой жизни. Что-то нестандартное, то, что нас удивило. И я тоже лет 20, когда серьезно задумался о том, чем я хочу заниматься, и чем я хочу заниматься эффективно, понял важную вещь, что мне нужно быть непохожим на всех остальных, тогда меня будут запоминать. я думаю, что в моей речи вы услышали некоторые дурки, которыми я пользуюсь, словечки, которые я разбрасываю. Помимо словечек, я еще тудаюсь на занятия конфетами, считаю, что это важно. У меня есть замечательная особенность, у меня не очень хорошая память, я это тоже поставил себе на поток, и каждое занятие мы с детьми начинаем с того, что пытаемся вылечить мой склероз. Это же куда интереснее, чем дети, давайте повторим, что же было на прошлом занятии. Или дети, вы же помните, что у меня склероз, что я вам рассказывал в прошлом раз, что по второму кругу не повторяться. Это же видит, почувствует разницу, вроде одно и то же, а по форме немножко другое. Соответственно, вот этим вот всем в совокупности с какими-то знаниями, которые я стараюсь получать, тоже обвешан в мой стиль преподавания. А теперь... Аня, почему теперь? Да, старитаризм преподавателя должен быть. Никакой демократии здесь быть не может. Преподаватель должен быть всегда главным. Это не значит, что дети не могут высказывать мнение, должны ходить по струнке и отжиматься при первой же возможности. Это значит, что решение принимает преподаватель. Мы с детьми иногда играем в демократию, это не спор. Но, скажем так, главный я, потому что, например, когда вы выходите из тайги, потерявшись в лесу, не может быть пять человек главных, которые показывают в разные направления. Есть один человек, который взял на себя ответственность и повел. В частности, когда это я понял, собственно, мои инициалы сократились до двух веселых букв, которым меня мои дети и называют. Напомню, что зовут меня Антон Дмитриевич. Предпоследний пункт моего списка, наверное, самый важный. Когда я задумался о том, что я хочу быть учителем, я вот продумал, наверное, вот примерно все то, что я вам сейчас рассказываю. Что такое современная система образования, какие дети, как в этой профессии быть эффективным. А самое главное, я понял, что работа преподавателя это самая страшная пытка для тех, кого ты учишь. я делаю действительно самую страшную пытку, я заставляю людей думать. Можно мне улыбаться на это, но на самом деле попробуйте вспомнить свои ощущения, когда вам приходится долго, целенаправленно думать, решать какие-то задачи, писать научные работы, просто по факту вас, например, заставили что-то делать, умственная работа, любая. она вызывает всю гамму негативных ощущений, боль, злость, гнев, отчаяние, бессилие, страх. Это вся гамма проходит в тот момент, когда вы думаете. Когда результат получился, вот тогда вам хорошо, тогда вы радуетесь, вы всю эту палитру забываете, но когда вы до этого результата идете, это действительно тяжело и страшно. И я четко осознавал, что мне нужно делать так, чтобы другим людям было плохо, чтобы потом когда-нибудь им было хорошо. Ну и собственно поэтому я называю себя садистом и по большому счету ему являюсь. Ну и еще один кусочек, уже который касается именно моей работы, который ладно, так и быть уже не будет проиллюстрирован, я просто про него скажу в двух словах. Методика моей работы заключается не только в выдаче теории и практики, но еще и в методе проектов, которым заставляет детей делать какие-то свои законченные программные продукты помимо основной теории и практики. И здесь они уже проявляют свои наклонности, свои какие-то предпочтения, учатся сами. Вот как раз в этих местах. Наверное на этом. Это все, что я хотел сказать. Я извиняюсь, что перекрыл время, старался уложиться побыстрее, но так получилось. Теперь, пожалуйста, ваши вопросы, пожелания, проклятия. Я жду. Это скучно, когда нет вопросов. Значит, я просто зря рассказываю. Если вопросов нет, значит плохо. В 18 лет я набрался наглости захотеть работать преподавателем, но осознанный выбор случился лет 20. Почему на тот момент, когда я захотел быть преподавателем, у меня были жуткие проблемы, я боялся даже собственной тени, у меня жуткая социофобия, вот так выйти на незнакомую аудиторию и что-то втирать я не мог, я людей боялся. Да и сейчас, в принципе, я к ним отношусь примерно так же, просто я знаю, что с этим делать. И у меня было много других психологических проблем, которые, собственно, я пытался решать за счет преподавания. Ну и плюс генетика, страшная штука, у меня много родственников, так или иначе, связанных с педагогикой, и это тоже сыграло свою роль, мне просто хотелось. И в итоге да. Ну он сказал, что он не хочет. Он сказал, что он не хочет, он боится. дело в том, что он не является на данный момент моим стопроцентным учеником, я не могу, я, конечно, могу его заставить, но не хочет, не хочет. Еще вопрос. А мы же не ткнули пальцы. Вообще, на самом деле, я не занимался таким широким анализированием образовательных программ, я просто вижу, что сейчас то, что происходит в нашей стране, это плохо. Я не искал тех вариантов, где это хорошо. Я точно могу сказать, что западная система образования, это не то, что нам нужно, без спорта. Мне нравится советская система образования, но ее нужно модифицировать с поправкой на время, потому что полностью ее транслировать на современные реалии было бы глупо. Нужно от каждого пытаться взять что-то лучшее, но это бывает очень трудно и этим должны заниматься умные, хорошие люди, а не те, которые у нас сейчас отвечают за образование, потому что бывший министр образования, например, человек по фамилии Курсенко, но он примерно такой же комичный персонаж как ЕГЭ. Так не должно быть. Да, пожалуйста. Потому что у нас другая система мышления, другой менталитет и немножко другие ценности все-таки. И история современной России как раз это показывает, когда на нашу страну попытались транслировать вот эти западные ценности, и как-то не пошло. органически мы их не сильно принимаем. Нужно опять же четко понимать, что мы за люди, и что нам хорошо, и что плохо. Или хотя бы понимать, что плохо. Но вот с западной системой в том четком виде, в каком она есть, это плохо. Если резюмировать вообще по этому поводу, то западная система ориентирована на производство узкопрофильных качественных специалистов, которые в своей маленькой области просто лучшие боги. Наша система образования ориентирована на то, чтобы готовить людей ко всему. К ядерной войне, к нашествию инопланетян, к тому, что он сядет в тюрьму и будет валить вес. То есть, в принципе, если все, что может произойти, стараются закладывать широкий спектр знаний, а потом уже человек, когда определяется, что он из себя представляет, он выбирает то направление, становится специалистом именно в том направлении. И ему проще бывает переквалифицироваться. На айтишниках это на самом деле очень хорошо заметно, почему в России одни из лучших айтишников. Потому что приспосабливаются к изменениям лучше. Например, у китайцев просто выбора нет. А нашим просто это нравится. Да, пожалуйста. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. Спасибо. . . Спасибо. . Спасибо. . . . . Спасибо. . 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